Продолжение следует... 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 На конференцию поступило премьерственное письмо заместителя Акима Акмолинский области Айни Ермек-Кыза Мусыралимовы. Разрешите зачитай. Преметті зиялы қауым, қадырлы қалымды және шашықтер, кешелі Ахан Серімен Біржан Салтықтың әні әуелеген, үкілі ұраймен көкөнінің көгінес өрлі жырағалған, үш жүздің басым қосық, ел бірлігіне үйтіқа болған Ағылай қанының құтсы ордасына киелі көкші еліне қош келдіңіздер. Қазақтың тұлғыш қалымы, үкіл Еуразия қалыптарының мақтанышы, құйрыпты жұлдыздай жар кәтік сөңген Алаштың арда олы біздің жерлесіміз ағартушы филосық, етнограф, саяқатшы, тарихшы, шоқан ғариханымықтың атындағы көкшітау мемлекеттік университеті үйімдастырғатырған шоқан оқылары жермай екі атты дәстірілі қалқаралық ғ Өзінің жоғары мағасыны мен, заманауи білім мен қылымның өрелі мәдениеттің ерекше өлгісімен аймағымызға белгілі оқылы орында. Бұл ғариханымықтың атындағы көкшітау мемлекеттік университеті ұтандық және қалқаралық білім мен қылым, өнер сайыстарында ерекше қолданғасы бар, келесептің кемел білім нәрімен сұлсында болдырған студенттер, мағистранттар және болашақ қылыми педагогикалық маман болатын, өздер дакторанттар, қылыми атақтары жесіптері бар, қалымдар және ұстаз жолының білікті мамандарын заманауи талаптарыға сәйкес, қасими шеверлігімен ұтанымызға және шетелдерге танымақ. Асылы шоқаны бар ел, шоқтыға бейкер. Орында келі, бүгінгі қалқаралық қылыми тәсірбелік жиынға әлемінің бірнеше мемлекеттерінен, әне республикамыздың әр қиығынан келіп отырған қалымдарға зор құрбет істеріңізге береке жынайы шығармашылық тақысты дейін. Ақмала құрбетті зиял қауым, бүгінгі қылыми тәсірбелік конференцияның, қақырыпына сәйкес, қылыми әтістемелік маңыз жоғары деген негізгі баяндамаларға көшеміз. Баяндамашыларға регламент тәрдіміз сақтауды сұраймыз. Регламент 15 минутқа дейін. Негізгі баяндамаларға көшігі өрсіздіңіздер. Сөз, Шоқан Валихановатиндағы өкшіпті өмемлекеттік университетінің професіра, тарих ұндарының докторы, Қазақстанның еңбек сұғырға қайратықары әбұл қадықан қабилер ұлдамерді. Бұл қаметтік университетінің професіпті өтеқті қайратықары өкшіпті 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 өкшіпті. В 1991 году мы работали в Казахстане в Казахстане, в 10-м году в Абылайхан, в 280 сезоне, в Академию козбай и подняли в нашу службу. В этом году мы работали в Казахстане в Казахстане, в Казахстане в Абылайхан, Продолжение следует... Сегодня, 22-й раз, мы собрались проводить валихамское чтение. Последний доклад, который уже объявили, написан на русском языке, поэтому я буду, чтобы выложиться в отведенное 15 минут времени, буду читать на русском языке дальше. В условиях глобализации современного мира важнейшим фактором духовного возрастения общества стала инициированная президентом Казахстана, Казахстану Абишну Назарбаеву, программа «Туланже». Безусловно, ее восприятие станет важным шагом в деле модернизации общественного сознания. В своей замечательной книге «Р. Независимость» Казахстан Абишну вновь подчеркивает значение отечественной истории как важнейшего фактора сплочения общества, как средства, обеспечивающие неразрывную связь будущего страны с ее прошлым. Отмечая это, президент пишет, наряду народу, имеющему свою богатую историю, язык, религию, народу, развивающемуся, не следует отделять прошлое от сегодняшнего. Он должен ясно видеть высоты и перевалы, которые должны быть преодолены им в будущем. Наша история достаточно представлена гениальными сыновьями, которыми можно по праву гордиться и которые являют нам замечательные примеры. Именно поэтому мы уделили особое внимание формированию исторического сознания народа глубокому изучению нашей национальной истории и культуры. Ну, представлять этой аудитории, кто такой, если Шабхан Валиханов, видимо, излишне. Я думаю, что все осведомлены, знают историю Шабхана Валиханова. Как и отмечает современник, Шабхан Валиханов с его демократическим образом мыслей и свободолюбием горячо любил свой народ и мечтал о его радушном будущем. Он, по своим социально-политическим взглядам, привыкал к прогрессивному демократическому лагерю России. Был убежденным сторонником прогресса демократических преобразований, горячо сними социалистов устранению пороков современного ему общества. Его деятельность носила просветительский характер, но в ней были элементы критики существующего строя, стремление добиться существенного изменения... Его деятельность носила просветительский характер, но в ней были элементы критики существующего строя, стремление добиться существенных изменений в жизни казахского народа путем духовной модернизации общества. Идея духовной модернизации общества рефреном проходит через все труды Чахана Валиханова, что характеризует его как просветителя демократа, большого патриота своего народа-гуманиста. Он в своих трудах с болью писал об экономической и культурной отсталости казахского народа, который еще пребывает, по словам Чахана, в безискусственном периоде форм общественного развития. Исходя из интересов народных масс, Чахан Валиханов полагал, что дальнейшую упрощение связи с Россией откроет для казахов перспективы экономического и культурного подъема. Как писал Пыпин, Валиханов сохранил глубокую преданность к своей стране. Он любил киргизскую, то есть казахскую жизнь, но вместо с тем умел высоко оценить западную цивилизацию и предвидел для своего народа отрадную будущность только при условии приобщения его европейской цивилизации через передовую русскую культуру. Люди, близко знавшие Валиханова, прибавляют, что по своим умственным симпатиям и направлению Валихан был русским западником. Он искренне любил Россию, видел ее недостатки и вместе с лучшими людьми ее желал горячо ее обновления. Чахан Валиханов считал, что самым основательным фактором прогресса любого общества является образование наука. При этом он полагал, что модернизация общественного сознания возможно при условии опоры на национально-культурные корни. В записке о судебной реформе Валиханов отмечал «Народ наш имеет богатую и нерешенную поэтических достоинств замечательную литературу, более близкую к германскому, чем к восточным произведениям этого рода. Историческое сознание и весь духовный мир казахов во многом складывались под воздействием устной поэтической традиции. Анализируя казахское устное творчество, Чахан Валиханов отмечал, что нет ни одного достопамятного события, ни одного замечательного человека со временем самобытного народа, «Воспоминания о котором не осталось бы народной памяти». В памяти народной остаются люди, события, прежде всего благодаря щежире, генеалогической гребе. Щежире – это не просто перечисление имен от дальнего предка последующим поколениям, но и описание важнейших событий, относящихся к их эпохе. Подчеркивая значение фольклора, как важнейшего исторического источника, ученый писал, из преданий о происхождении киргиз, то есть казах, замечательный джир Ахуна из племени Арген Чала, современника, прадеда моего хана Блая. «Чал в своем жире собрал все народные сказания, относящиеся до происхождения киргиз и составил полную генеалогию ханов, родоначальников и времен». В целом, положительно оценивая акт присоединения Казахстана к России, Шухан Валиханов в то же время не разу отмечал колониальный характер политики царизма в Казахстане. В работе в Окачевке Киргиз он писал, «Но несмотря на все препятствия, представляемые внешней природой, скотоводство, как и всякая другая промышленность, должно иметь известные условия, от которых зависит его успешное движение. Иначе оно не могло бы существовать». В чем заключаются эти условия? Определить эти условия нетрудно, если принять во внимание следующее. Первое. Что в старые времена, во времена опустошительных войн и вседневной баранты, киргизы были богаче, чем теперь, и повсеместные упадки случались редко. Второе. Что в наше время тесло скота у киргиз все более и более уменьшается, и падеж делается еще опустошительным. В этом можно убедиться, если сравнить исчисления 20-30-х годов с исчислениями 40-50-х годов. Чиновники колониями администрации не были заинтересованы при общении казахов к культуре и просвещению. Они в своих реляциях в правительство писали о их неспособности к образованию. Отвергая эти кондиционные издомы с чиновников, Константин Губарев в своей статье, опубликованной в журнале «Современник», писал, «Киргиз Кайсаки очень охотно учатся грамоте и вовсе не имеют предубеждений против нее, в чем уверяли рапорты заседателей и заключения областных мест. Вообще Кайсаки очень восприимчивы к цивилизации, потому что они не такие фанатики, как прочие мусульмане. Мулы и Ахуны не имеют в их глазах той святости и непогрешимости, какая приписывается этим лицам татарами и кавказскими горцами». В последнее время султаны и соседи сами без стороннего понудения начали помещать своих сыновей в омский кадетский корпус, из которого вышел Цирхан Валиханов. «Такая способная, развитая и дальняя, и дельная личность, какой не появлялась ни между одними инородцами сибирскими». Конец цитаты. Очень интересная мысль Цирхана о времени образования казахского народа, высказанная в письме профессору Ивану Березину. «Нанимаясь собиранием известий о народе казах и салон, я обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой, если вам случится при разборе и чтении разных восточных историков, встретить что-нибудь о слове казах, о казачестве и о народе казах, сообщить вашему покорному услуге. Этим обвязали бы вы как нельзя более. Не имея никаких других источников по-другому, кроме истории о Булгазе, вашей шейбанидой, и чрезвычайно важной в этом отношении, я не имею никаких средств проверять отрывочные указания Левшина при его описании к Ергейско-Исадскому органу. Без 200 арабских историков, как я понимаю, не должно быть ничего о казахах, ибо, я уверен, народ образовался не ранее 14 века при распадении Жучиева-Улуса. Другой важной темой исследования Чухана-Валихана была борьба казахского народа против джунгарской агрессии и экспансии. И экспансии Чинской империи в 18 веке. Характеризуя политическое положение Казахстана, он писал, первые десятилетия 18 века было ужасным временем в жизни киргизского народа. Джунгары, голские калмыки, яицкие казахи с разных сторон громили их улусы, отгоняли сход и уводили в плен киргизов целыми семействами. Холодные зимы, голодницы и голод от небесных испытаний увеличивали их бедствия. Далее он отмечает, особенно памятным киргизм своим роковым характером в 23-й год. В этот заполучный год голданцерен джунгарский хонтайши с несметным чиритом, ну и с войском, вторгся в киргизскую степь. В этой связи Балихану большое внимание уделено роли хана Аблая в освободительной борьбе против иноземных захватчиков. В частности, он писал, в это ужасное и кровавое время обращает на себя всеобщее внимание султан Аблая. Участвуя во всех набегах, сначала как рядовой воин, он показывает подвиги необыкновенной храбрости и мудрости. Полезные советы его и стратегические соображения упрощивают за ним имя мудрого. Предание киргизм Аблай носит какой-то поэтический орел. Вот век Аблая у них и является веком киргизского рыцарства. Шухан Вальхан считал, что изменить общественное сознание народа, избавить его от синдрома неполноценности возможно только на основе знания героических страниц прошлого. Поэтому практически во всех его научных трудах в той или иной форме затрагиваются проблемы истории казахского народа. Причем историю своего народа Шухан Вальхан бесследует на широком историческом фоне, рассматривая ее как результат взаимодействия многих сопротивленных времен и народов. В статье о киргизм-кайсадских могилах, мулах и древностях вообще, Кирган писал, «Страна эта, наши степи, были заняты до монгольского периода историей тюрками коренными. Четыре племени, участвовавшие в защите Аблаз-хана против своего отца, Уйвор, Калач, Камвы и Камык составляли основу Тюркского союза. Были народы, которые по происхождению принадлежали другому поколению, но подчинялись тюркскому языку, тюркским нравам. Таковы были болгары, хазары, башкиры, мадьяры и другие. Нашествие монголов совершенно изменило население этой страны. Самые имена племен потерялись и только некоторые остались именами кайсадских родов. Старое население, без сомнения, слилось с новым. И здесь на законах монгольских нередко возникали орды отдельные от Золотой или Горской орды. Нагайская или Мангитская орда на Урале, Синяя орда Дос-Сейхуна и Тюменская орда в роде Шибанидов. Конец цитаты. Современные республики Казахстан Казахстан – это воплощенная мечта Шахана Валиханова, признанная мировым сообществом Суверенная республика, члены Организации Объединенных Наций. Сегодня Казахстан вступил в новый этап своего развития, когда решаются стратегические задачи по модернизации общественного сознания, что невозможно без опоры на историю народа, создавшего это государство. В этих условиях стали совершенно очевидными актуальность, воспребованность идей, мыслей и высказываний, заключенных в научных трудах и исследованиях Шахана Валиханова. Продолжение следует... Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Как меняется наша планета и каждая ее частичка в зависимости от миграции химических элементов. Я немного введу вас в эту специфическую область, но я думаю, она будет интересна каждому из вас, потому что это касается непосредственно любого сидящего здесь в зале и вообще любого живого организма и биосферы в целом. Естественно, когда мы говорим о биосфере, мы вспоминаем имя Владимира Ивановича Вернадского, который говорит, что корни всякого открытия лежат далеко в глубине. И как умно бьются с разбега о берег, много раз прещется человеческая мысль около подготавливаемого открытия, пока пройдет девятый вал. Развитие основных идей биогеохимии. Я не буду на них очень долго останавливаться и отвлекать ваше внимание. Это исторический аспект, с которым вы можете познакомиться. Но я хочу сказать, что в бывшем Советском Союзе, где мы с вами были все вместе, и я надеюсь, мы долго будем оставаться, оставаясь разными государствами вместе, в научных, по крайней мере, наших работах. Так вот, в то время работы велись в самых разных концах Союза, и начались они еще в начале прошлого века, когда Владимир Иванович Вернадский ввел понятие живое вещество, которое касалось каждого живого организма и любой ее части. Именно тогда была поставлена задача изучать не просто все окружающее, но и поставлена задача изучать организм человека, который является частью этой природы. Вот, по сути, этим мы и занимаемся в Томском политехническом университете, и это та область, в которой мы сотрудничаем с университетом Кахшетаузским. Сегодня я расскажу о радиоактивных элементах, потому что именно эти элементы стали актуальны в связи с деятельностью человека. Впервые за историю развития планеты человек смог освоить ядерную энергию, и благодаря этому в биосфере появляются совершенно новые элементы, нетипичные для нее. Они активно встраиваются в пищевые цепочки и накапливаются в организме любого живого существа. Каждый из этих компонентов, относящихся к актимидам, так называемым, это такие элементы, как уран, тори, плутоний, америция, они обладают своими химическими свойствами, своей структурой, и удивительно, что эта структура очень активно связывается с органической компонентой. Это значит, что они очень легко поступают в организм и встраиваются в те реакции, которые происходят с огромными скоростями в наших организмах. Эти скорости мы не можем осознать своим мозгом, мы создаем для этого машины, компьютеры, пытаясь освоить эту информацию. Так вот, металлокнины, так называемые, они очень активно участвуют во всех аспектах нашей жизни. Каковы же основные источники поступления этих элементов? Они могут быть природными. И вот территория Казахстана, например, это большая такая урановая провинция, где уран является естественным элементом, поступающим с самыми разными аспектами, с воздухом, с водой, с пищей. Но существуют и техногенные источники поступления, это разработка месторождения, когда мы интенсивно извлекаем захороненные природой полезные ископаемые, и происходит их рассеивание. Значит, мы вдыхаем пыль, мы потребляем воды, которые могут быть загрязнены этими элементами. На всех стадиях испытания ядерного оружия поступают эти элементы в организмы. Они могут поступать при сжигании углей и использовании материалов, которые содержат высокие концентрации. Разные организмы адаптируются к поступлению этих элементов, и вот, например, растения устанавливают очень мощный блок на уровне корней, и препятствуют поступлению некоторых актинидов, таких как торий, например, который плохо растворил, и с водой, поступая в корень растения, задерживается в нем. Удивительно, что некоторые растения мы активно используем как лечебные в медицинских целях. Так вот, наши исследования с провизорами Института фармакологии показывают, что некоторые актиниды способны связываться с органическими компонентами растений и приводить к нарушению дыхания, например. Это необходимо учитывать. У нас есть территории, которые характеризуются также природными объектами, содержащими высокие концентрации этих элементов. И вот вы видите один из районов, например, Томской области, где уран обладает высокой подвижностью. Это связано с тем, что люди копают колодцы, это частные дома, выкапывают колодцы на уровень как раз расположения бурых углей, которые обращены ураном. И именно в этом районе мы наблюдаем высокие концентрации этого элемента в самых разных средах. В щитовидной железе, в крови, в волосах. На территории Томской области была проведена большая работа по проведению центрального водоснабжения, поскольку глубоко лежащие горизонты преодолевают вот эти слои бурых углей, и вода уже более чистая. Но вот некоторые частные хозяйства продолжают использовать, будут вот такого качества. Мы проводим районирование этих территорий, просматриваем взаимосвязи, и, конечно же, пытаемся сделать все для того, чтобы показать, каким образом элемент может поступать в организм человека, где он может накапливаться, и какое влияние может оказывать. На сегодняшний день мы имеем информацию по содержанию химических элементов в 25 органах тканей человека. Это работа совместно с Сибирским медицинским университетом проводится. Мы знаем, что самая чувствительная система – это женская половая система. А это значит, что наши потомки будут получать определенные дозы этих элементов, определенные их концентрации. Мы понимаем, что это может вообще приводить к бесплодию и к различным другим проблемам. Концентрация элементов в организме зависит от их формы. И поэтому мы занимаемся более… Уделяем внимание тому, в какой форме поступают тот или иной элемент, и вот на сегодняшний день имеем информацию о том, как они концентрируются. Я думаю, это будет полезно при нашем сотрудничестве в том плане, что вот мне стало известно, в университете Кашита открывается медицинский факультет. Это очень приятно, потому что, конечно же, это очень такие специальные вещи, о которых нужно говорить специалистами. Но в целом хочу сказать о том, что элементы поступают не по одиночке, а естественно в комплексе и корректируют деятельность друг друга. Если мы обратим внимание на соотношение элементов, то мы увидим, что некоторые органы, например, дыхательная система, стоят на первом месте по концентрированию. Отсюда становится понятным, какие патологии возникают и почему мы страдаем в большей степени осматическими различными заболеваниями, какими-то проблемами с легкими и так далее. Ну вот одной из работ таких по изучению патологических процессов было изучение щитовидной железы, разных ее патологических изменений. Узловой коллоидный изопады, номы, рак щитовидной железы, аутоиммунные тиреогиты. И наши исследования показывают, что каждая патология характеризуется своей картиной накопления химических элементов. Проблемы очень многих людей связаны с изменением суставов, с изменением в кровеносной системе. Здесь тоже играют определенную роль эти элементы. Это изучение, например, видите капсулы, говорят о том, что стенки ее задерживают очень эффективно один из химических элементов. Вот легочная патология, вы видите, дифференциация радиоактивных элементов и редкоземельных группы очень серьезная. То есть легкие элементы, которые характерны для всей биосферы и Земли в целом, они перестают быть более важными. Начинают на первое место выходить именно радиоактивные и ультрамикроэлементы, на содержание которых мы не обращаем внимания. Их так мало, что нам кажется, что они не заслуживают внимания. На самом деле в современных условиях именно эти элементы становятся очень активными, участниками самых разных физиологических процессов. Изучать на организме человека очень сложно, поэтому мы перешли на организм животного. И вот как ни странно, не знаю поверите или нет, но вот этот график показывает, что организм поросенка ближе всего к нашему по химии. За исключением золота. Вот золота в поросенке больше, чем у нас. Поэтому вот на модельном таком экспериментальном животном мы изучили, как химические элементы проникают в организм. Где, в какой системе они концентрируются. Мы выяснили, что самой защищенной является нервная система, именно центральная нервная система. А вот наш кишечник сорбирует некоторые элементы, именно в толстом кишечнике происходит отложение их. И с этим связано, видимо, возникновение в последнее время очень больших проблем с раком кишечника и так далее. Причем некоторые элементы поступают с воздухом, а некоторые с водой. Ну и несколько слов о техногенных процессах, которые очень сильно изменили нашу жизнь. Вот я вам покажу, это последний рисунок концентрирования урана в листьях деревьев. Видите, растительность очень интенсивно реагирует. Мы постоянно мутируем. Вот сидя здесь, мы постоянно... У нас осуществляются миллионы, миллиарды реакций, в результате которых организм постоянно пытается приспособиться к новым условиям среды. А условия реально новые, потому что... Вот, например, Русскоминогорск, посмотрите. Если соотношение обсуждать теорию урана, то производство, кульпинский комбинат, очень четко картируется по концентрированию радиоактивных элементов. То есть растения будут концентрировать выше этих элементов, большее количество, и, соответственно, будут происходить различные адаптивные реакции. Вообще, если говорить в целом о биосфере, то происходит ее металлизация. Вот мы это видим на очень ярких примерах. Мы восстановили химический состав биосферы по гербарным экземплярам некоторых видов растений. Мы отобрали гербарий, который позволил нам определить с 1886 года и до наших дней количество элементов. Причем современные экземпляры были отобраны в четырех точках, поскольку при сборе гербария всегда отмечаются координаты. И вы видите, что ядерный техногенез, для которого характерен плутоний, оружейный плутоний, он очень ярко отражается накоплением именно в то время, когда шли испытания ядерного оружия в атмосфере. А к современному берегу количество плутония резко снизилось, потому что сейчас в атмосфере взрывы запрещены. Они очень редки и всегда вызывают беспокойство всего человечества. Однако на территориях деятельности предприятий ядерно-дохранного цикла, как, например, в Томске, мы имеем такую территорию, на ней сохраняется некоторое значимое количество. Оно более низкое, но тем не менее мы можем отметить, что деятельность предприятий ядерно-дохранного цикла вносит свой вклад в накопление и в растениях, и в животных, и в организме. Вот свиней уран накапливается и в организме человека. Это вот локальное концентрирование урана в волосах и в крови детей, которые проживают в городе Северске, являющимся градообразующим предприятием Сибирского химического комбината. Причем, если мы рассматриваем спектр накапливающихся элементов, он будет идентичен, например, в молоке матери, кормящую ребенка, в моче этого ребенка, в волосах детей. При сравнении, регионы, имеющие такие предприятия, несомненно, будут иметь особое лицо и, конечно же, будут характеризоваться накоплением вот этих специфичных предприятий. Такие регионы должны находиться на особом контроле, поскольку жители, несомненно, будут испытывать определенные сложности, связанные, например, с поступлением специфичных таких горячих частиц. В округе такой частицы, вот она зафиксирована нами в крови из жителей Северска, звезда такая на Лавсане, это альфа-частица, которая выжигает все вокруг, а на 10 тысяч клеток, находящихся вокруг этих частиц, погибают. Поэтому такие территории, несомненно, требуют специального отношения и рассмотрения, какие патологии оказываются в поле зрения расположения таких предприятий или территорий, которые когда-либо подвергались воздействию ядерных взрывов. Я представляю вот эту нашу книгу, где вы можете более подробно ознакомиться. Я желаю вам всем здоровья. Еще раз благодарю за приглашение и возможность представить свои материалы на этой конференции и надеяться на плодотворное дальнейшее сотрудничество. Спасибо вам желаю. Аплодисменты Ахмет Илмаз Спасибо за просмотр! 4500-4500 km öteden Konya'dan getirdiğim selamlarımla selamlıyorum. Ben Kazakistan'a ilk defa geldim, birinci kere geldim. Gökşedağ'a da yine birinci kere geldim, ilk defa geldim. Çok memnun oldum, mütehassis oldum, mutlu oldum. Sizlerin aranızda Atam Yurdu'nda bulunmaktan da çok çok bahtiyarım. Bir kez daha beni davet ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmam biraz uzun ama ben kısaltacağım, kısaltacağım. Çok bilgi getirdim ama hepsinin paylaşmanın imkanı yok. İnşallah sonra bunlar basıldığı zaman paylaşım imkanımız olur. Paylaşım imkanımız olur. Bazı bizim kaynaklarımızda Sokan Velikanov, bazı kaynaklarımızda Sokan Velikanov diye arkadaşlar yazmışlar. Geç yaşta bu dünyadan göçmüş, gitmiş, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Yürürütü irtilerin birlikte'e Ankara'ya atır. İzlediğiniz için teşekkürler. Birincisi İngilizlerim. Birincisi İngilizler, birincisi İngilizler. Gözlerle. Birincisi İngilizler, birincisi İngilizler. İngilizler, birincisi İngilizler. Bence bu gladiyeti, bu üçünüpüze. Но я хотел бы сделать это покороче. И изначально, в первую очередь, хотел бы пожелать процветания университету Шухан-Эмили Малиханова и молиться за его душу. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не подготовил конкретно выступление Шухан-Эмили Малиханова, но хотел бы прочитать один стих, который был написан о нем. Ача, сола, пюрли чиçek. Расцветают разного вида цветки. Кимлер гюльмыш, кимлер гюлецек. Кто смеется, кто еще будет смеяться. Хаят ялан, ölюм герчек. Жизнь обман, смерть правда. Достар, бзи, атырласы. Пусть друзья нас запомнят. Терцюмечки, teşekkür ediyorum. АПЛОДИСМЕНТЫ Несмотря на то, что прошло очень много времени, мы все вспоминаем Шухан-Эмили Малиханова и запомним о его трудах. Так как он сделал очень большие труды, прорывал, большие труды касательно ради блага Родины, ради блага этой земли, ради блага этого народа. Несмотря на то, что, к сожалению, Шухан-Эмили Хан скончался очень рано, он внес непоколебимый вклад в развитие казахской культуры и казахского народа, в развитие казахской науки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Во время подготовки к приезду по данному направлению я изучил возможность представления какой-либо информации из источников Сельдживского университета Республики Турции. И сказать наверняка, что есть очень большие источники, которые изучают Шухан-Эмили Хан в нашей стране. У нас на данный момент четыре конкретные большие статьи и научные исследования. Есть в Сельдживском университете в городе Конья, связанные с изучениями и трудами Шухана Валиханова. Несколько из них я бы хотел вам сейчас вырезки из них. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы посмотрите на карту и на расстоянии между Стамбулом и Астаной, между Казахстаном и Турцией, вы можете понять, что это очень длинный расстояние. Однако все те же самые исследования, которые проводите и вы, проводим и мы. И изучая историю Шахана Вариханова и непосредственно его труды, мы можем сказать, что мы находимся на одной стезе по изучению культурных и научных ценностей. Шахер Орунбай, если сильно менять смысл, мы можем сказать, что это из Украины, что это мы не делаем, мы не донули, мы не делаем, мы не делаем, мы на сегодняшнем году, мы не делаем, мы не делаем. Приводя слова, касающиеся Шухана Валиханова, я бы хотел прочитать стихи казахского поэта Урумбая, которые я прочитал. Я переводить не буду. 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 группы, если вы в группе, то это мусаммад хасиде. Состоящие каждой из десяти, разделенных друг на друга четверостиши составляют одного рода мусамма. И эта мусама называется хасиде. Теркибибентль генералянная генералянная, Мерсия Оларак Языран Щиир Лер Б黑 Блід Адам Блід Блід Адам Блід 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 Анатоли Если вы не помните, если вы не забываете, то вы не забываете, что вы не забываете, что вы не забываете. Это мы говорим в Теркибе Дент. Так называемый Теркибе Дент это поэтическая форма, которая используется для того, чтобы упоминать ушедших от нас людей. В основном это великие люди, которые связаны либо с наукой, либо те люди, которые внесли очень большой плат социальное развитие общества. И такого рода стихи читаются в память об ушедших ранних людях. В Теркибе Дент я желаю вам 12 бенд. Я желаю вам лишь 1. бенд и последний бенд и 12 бенд. Чтобы привести пример поэтической формы, которая используется в нашей литературе, Я хочу в данной хосте состоять из 12 бендов, 12 четверостиши. Но для того, чтобы сократить, я прочитаю только первую и последнюю часть этого бенда. soapback поэтической формы, Первая часть бэнда состоит из того, что человек, поэт, писатель жалуется на свою жизнь, жалуется на судьбу, на то, как судьба несправедлива. Почему? Потому что в конце этой жизни существует смерть. Они описывают данную часть жизни как какой-то судебный роль. Потому что все остальные жизни, с рождения до конца, люди борются в течение всей этой жизни. Поэтому отношение такое в первой части этого стиха. В последней части данного 14 стиха поэт заключает и соглашается с судьбой. В конце, ну так и есть на самом деле в жизни, человек всю жизнь жалуется на какие-либо проблемы, но в конце концов он принимает эту жизнь такую, какая она есть, так как везде концовка одинаковая, и в Казахстане, и в Турции, и в Америке, и в любой другой точке мира. Например, «Ах, эз, чархи, ситон, карбэр, эман, эйби, вефа, хап гирибан, чарки, дэссиндер, сэнин, баю, гэда». Бурдаки фарша биленler биллер ki pek çok kelime ve okunuşu, фарша ахсанına benzer, Osmanlı'da edebiyat, Osmanlı Devleti'ndeki edebiyatta фарша tadı vardır, фарша аромası vardır, фарша чешни'si vardır. Туркчедир, gözü Туркчедир, халби Туркчедир, юрэй Туркчедир, ама тады фарша, Osmanlı Devleti'ndeki özelliği будур. Использование пельсидской формы повествования в османской литературе говорит о том, что использовался пельсидский язык для всех, для большей части литературных произведений в Османской империи. Но сама методология, сама логика была тюркская. Например, в осанской области открытой, Fredи тяркан, «Себен эл еман дилеризм, ey вефасız, ey sitem etmeyi seven dünya!» Потому что дуния стемпервер, стемеды, золюмеды. Инсанарда, что-то разумеется, в результате. Эфеми, иншаллах, медленный, таблийный, яйнодный момент. Умаром, что-то лучше, 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 лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Логика раскрытия этой темы, я сразу сказал, что в эту тему я винулся только благодаря глупости, что я не осознавал всю трудность ее, все трудности, которые встретятся на этом пути. Уже после работы над темой не я владел темой, она мной владела. Логика ее исследований меня владела все больше и больше. Тем более соотношение таких фундаментальных понятий, как интуиция и логика, она прямо вела философию. И, естественно, какие-то вопросы перепитались понятиями истинности, понятиями науки и ненауки. Я хочу сказать, что этот термин не мой, хотя некоторые товарищи здесь, вот молодежь, читал и говорит, что вы не перепутали, а может быть, не наука, а может быть, псевдонаука. Нет, я не перепутал. Между псевдонаукой и ненаукой огромная разность. Псевдонаука – это лживая наука, которая подстраивается по науку, как бы принять те инструментарии и стандарты, которые существуют в науке, но просто себя выдает за науку. А ненаука, если так заходя вперед сказать, она как бы состоит из таких фундаментальных областей познания, как философия, математика, логика и так далее. Те, которые не имеют такого особого практического подтверждения, понимаете? Вот в этом контексте и пойдет весь разговор. Вот, эту проблему впервые выдвинули на первый план неопозитивисты философии. Они выдвинули, казалось бы, такой очень приятный, удобный, варимый, ясный принцип, которому, казалось бы, никак уж не придраться. Вот качество критерия, пожалуйста, прочитайте, вот предложен принцип верификации. Вырвали возможности проверки, подтверждения каких-либо теоретических положений, путем их сопоставления с опытными данными. Все нормально. Как можно придраться к этому принципу, к этому критерию? Но развитие, в общем-то, даже я сказал бы не философии, а развитие математики и физики в 19-20 веках прямо разрушило эту концепцию. Обобщением этих работ, этих положений выступил философ Карл Поппер, выдвинущий, вышедший с новым принципом, который называется принцип фальсификации. Оказывается, понимаете, достижение истины, путь к истине идет совершенно нерациональным путем. Я такой примитивный пример, ну, это вульгарный пример, подъеду к примеру. Вот потеряли ключ, мы его ищем. Мы вспоминаем там, где мы могли его. Посмотрели в одном месте – нет, посмотрели в другом месте – нет и так далее. Но там еще процесс отличается таким благополучным концом. Ключ все-таки находится или есть, по крайней мере, точно то место, где он находится. А в поиске истины науки идет таким же нерациональным путем. Мы ищем вектор наших истинного многообразия. Где истина в этой науке? Выдвигаем гипотезы, строим теории, но убеждаем, что там нет его. Они опровергаются рано или поздно. В другом месте ищем и так далее. Но страшное отличие от поиска ключа в этом примере – то, что этой истины нигде нет. То есть мы идем к опознанию через опровержение ложных гипотез. На самом деле это так. Хотя это несколько необычно для нашей интуиции. Абсолютно, скажем бы, необычно для нашей интуиции. И тем более той методологическим островом, которым мы руководили много времени, методологией диалектического материализма. В чем дело? Оказывается, вот, допустим, геометрия. Вы, пожалуйста, не бойтесь. У многих аллергии, я знаю, при упоминании математики. Я не буду уходить в какие-то конкретные вопросы, общие такие положения относительно вот этих учений. Но наверняка многие слышали, что есть геометрия Лобачевского, есть другие массы геометрии Евклидовой, Реймана и все прочее. Оказывается, наше окружающее пространство можно описывать не только геометрией Евклида, но и многими другими моделями. То есть, моделей много. А где истина? Какая из них истина? Невозможно установить. Лобачевский, величайший ученый. Я лично всегда говорю об этом, потому что изучая эти работы, он был первый. Он был первым, который глубоко шагнул в постижение этой истины. Причем без всякой вызова в практике, если физики подошли через опыты, там, Майкельсон, Морлин, называемые и так далее. Вот только Симагин там сидит немножко. А пришло чисто теоретическое воздействие, это было просто вму непостижимая генеральность Николая Ивановича Лобачевского. Мы нашего называли Лобачевского, поставили привычкой и будем называть его нашим. Он открыл эту вторую модель, которая описывает наше пространство. Тогда как Евклидова геометрия считалась до того несыблемой, что Еммануил Кань посчитал его истинно априорными, заданными до нашего опыта, представляете? Потом пошли всякие математики, физики. Эйнштейн на самом деле выдвинул другую теорию. Причем там был совершенно качественный новый скачок. Наши диалектические материализмы ученые нас, что все теории новые обновляются, но они все ближе, ближе отражают нашу объективную реальность. Оказалось, и это неправильно. Выдвинул другой принцип, филибилизм, по которому новая теория может быть не коммутативной. То есть она не подтверждается на совершенно других принципах. Если всю жизнь в физике давлела теория эфира, и на нем строились, и многое объяснялось, когда возникли новые проблемы, пришлось его откинуть, отбросили этот принцип, а стали объяснять свойствами времени, пространства, искрепления и еще прочее. Здесь речь идет только о том, что истина, вот я конкретно возьму, Лобачевский пытался узнать, что его геометрия истины, он измерял в какие-то там углы, треугольнику пространства. А Евклидова, которые из них истины? Нет, они одинаково описывают. Ну и мы еще запомнить не знаем, которые из них истины. Не противоречивость их, не доказано. Но они одинаково полезны, одинаково достойны для изучения. Это такие теоретические модели. Это такая абстрактная, более общее рассуждение. Я скажу более простой пример. Вот смотрите, лебеди. Сколько мы видим лебедей, они все белые, да? Можно 100 увидеть лебедей, такие опытные данные, как говорится. Можно 1000, но пора будет сделать выводы, все лебеди белые. Но мы никогда не уверены, мы можем миллионного белого лебедя увидеть, но мы не уверены, что наше утверждение истина. Оно действительно оказалось ложным. Где-то, я не знаю, в Зеландии, где-то нашли черных лебедей, есть, оказывается, и черные лебеди. Вот когда увидели первого черного лебедя, уже категоричное суждение идет. Мы уже уверены, что не все лебеди черные, белые, то есть. Понимаете? Эта информация какая идет? То, что все лебеди белые, истинная информация, хоть тысяча, хоть миллион, она идет, но нет уверенности, что она истинна. Вот один лебедь дает совершенно истинную сентенцию о том, что не все лебеди белые. Это явление, попер назову, асимметрии. То есть выяснение значимости истины, положительное утверждение и отрицательное утверждение имеют разный вес, асимметричное. Вот на этой почве он вывел принцип фальсификации. То есть практика нас учит, мы все и привыкли, что практика критерий истины. На самом деле практика учит является критерием лжи. Я заявляю несколько вам необычных вещей. Я просто хочу сослаться на авторитет, чтобы не подумали, что это наш, ага, по-моему, немножко не то говорит. Вот. Критерии попера. Принцип фальсификации. Что значит, что проверка научной осмысленности, а затем истинности научной теории, должна осуществляться не через их подтверждение, а преимущественно, или даже исключительно, через попытку их опровержения. Представляете? Вот какой. Ну, я вот вам уже говорю, вы поверьте. Вот. Лебеди, лебеди, белые, белые, белые. Кто может быть уверен, что все лебеди на Земле белые? Нет. Хоть ты миллион посмотри. Много можно... Вообще, наше рассуждение, это индуктивные. Все проверки, эксперименты, это индуктивные. То есть, на частых примерах делаем общий вывод. Индукция не является таким дедуктивным рассуждением, обеспечивающим нам истинный вывод. Понимаете? Поэтому, ну, допустим, сейчас у нас каждый день идут сообщения о ворах. Коррупционер. Сегодня коррупционер, завтра коррупционер. Можно будет сделать вывод, что все чиновники коррупционеры? Нет, слава богу, мы этого не можем сделать вывод. Есть еще чиновники, которые не коррупционеры, но я не думаю, что они так редки, как черные лебеди. Надеюсь. Вот, я думаю, на этих пример я показываю, что интересно то, что практика не отдает нам должной, достоверной истинности этих теорий. Много есть теорий. А вот один пример, все решает. Все и все. И вот этот принцип, то, что отрицание дает действительно ложь, действительно информацию о продуктивной реальности, Попер вывел как принцип, отделяющий научные знания от ненаучных. Уже пришел? А мне Оливьев сказал он, значит, нас в теории. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно, я там кое-что хотел сказать и полностью круглым и все прочее. Тем более меня студентская аудитория тянет на этот разговор. Но одним словом, проблема науки и ненауки не такая простая, как она кажется. А то мы сейчас ее превратили в некоторое такое, знаете, джентльминский наборство. У нас все доктора науки идут, с первого класса пишут научные проекты. Все наши экспериментальные даты подтверждаются. Ни один эксперимент не отвергался. Удивительная прозорливость при движении гипотез у нас наблюдается. То есть это все не наука. Это мы играем науку. А почему мы играем? Потому что нет идеи. Была бы идея, она бы потянула все эти рефлексивные характеристики, которые должны соответствоваться науке, дипломной, рву и прочее. А нет идеи, мы начинаем играть. Играя, я вам скажу, когда мы перед самой защитой говорим, а вот гипотеза-то она не такая уж неочевидная, надо бы ее немножко по-другому. Да извините, после этого нет науки, после этого нет ни диссертации, ни дипломной. Ведь вся наука, все эти защиты должны двигаться гипотезой. А вдруг мы в конце приспосабливаем эту гипотезу к тому содержанию, которое мы где-то вычислили или переписали. То есть, к слову, наука надо относиться осторожно. Она, на самом деле, истинная наука, делается в храме, где витает дух Ньютона, Галилея, Шуханова-Леханова, Бабачевский и так далее. Пусть не с таким трепетом мы будем к нему относиться, но хотя бы с каким-то должным уважением. АПЛОДИСМЕНТЫ. Спасибо. 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 Но, с другой стороны, при мощном потоке новой информации на бумажных и электронных носителях в библиотеке перестали поступать обязательные экземпляры печатной продукции, как это было в советское время. Потому что в советское время мы все читали книги, они были доступны, и книги централизованно распределялись во всем библиотекам. Но в советское перестройство это все разрушило, и возрождение новой парадигмы развития общества в связи с провозглашением суверенитета Российской Федерации поставило задачу разработки новых законов, в том числе в сфере библиотечного дела. И вот я тут хочу особенно подчеркнуть, что особенностью библиотечного законотворчества явилось то, что проекты законов разрабатывались при широком участии библиотечной общественности. Дело в том, что в 1994 году была создана Российская библиотечная ассоциация, а внутри этой ассоциации была образована секция по библиотечной политике и законодательству, куда собрались очень такие известные деятели культуры. В частности, даже если мы только возьмем Гениеву, это директора библиотеки иностранной литературы в Москве, вот такие личности там работали. И поэтому все законы, которые потом были приняты, это закон об обязательном экземпляре документов, которые были приняты в 1994 году, они все разрабатывались благодаря и с помощью библиотечной общественности. То есть директоры сами заявляли о своих правах, о своих потребностях и так далее. Ну а сейчас вы знаете, как некоторые законы принимаются. В основном это амбициозные какие-то проекты отдельных депутатов, которые хотят на этом получить политические дивиденды. Или же это разрабатывается в кабинетах каких-то структур, которые абсолютно не знают потребности народа, потребности людей. И поэтому, в общем-то, не всегда эти законы работают. А вот закон о библиотечном деле, который был принят при непосредственном участии общественности, он очень хорошую роль сыграл для сохранения этой инфраструктуры. Потому что вы знаете, что после перестройки многие бюджетные здания, бюджетных организаций, многие инфраструктуры советского общества, она перешла в руки частных лиц. И благодаря этим законам все-таки удалось сохранить эту систему. Но, естественно, если говорить о примерах, то на примере Республики Башкорстан, мы, вот, будучи директором национальной библиотеки, мне тоже приходилось принимать участие в разработке республиканских законов. И это тоже принималось в широком обсуждении общественности. И тоже такие же были законы приняты о библиотечном деле, об обеспечении обязательным экземпляром литературы и так далее. Но здесь я хочу сказать несколько крупных тезисов, которые были в эти законы заложены. Во-первых, библиотеки были отнесены к культурному достоянию народов Республики Башкорстан, которые находятся на особом режиме охраны и исполнения. Во-вторых, статья 28 запрещала разгосударствление, приватизацию государственных муниципальных библиотек, включая помещения и здания, в которых они расположены. Эта статья имела очень важное значение, потому что, вот даже когда я была директором, очень много бизнесменов хотели наше здание, как бы, с помощью, естественно, рычагов, с помощью каких-то махинаций изъять наше здание, но благодаря этому замену мы сумели это здание сохранить. Далее, кроме того, были социальные гарантии библиотекарам. В то время, в 90-х годах, вообще люди очень жили плохо, но в это время надпапки усыновили, в зарплате библиотекарей, которые помогли выжить. Но тут я не буду цифры говорить, очень много цифр, но в данном случае, вот я хотела бы еще сказать, вот еще один момент, который касался законодательства, библиотечного законодательства, вот, 90-х годов. Поскольку тогда еще не было вот такой жесткой централизации, то есть еще не была создана вот такая вертикаль, в управление государством, государство гарантировало невмешательство, вот это очень важно, в профессиональную деятельность библиотек, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Это вот когда, это очень важная статья, поскольку я сама, как бывшая чиновник, до библиотеки работала на чиновничьих оглашностях, я знаю, когда чиновники начинают вмешиваться в дела, допустим, в какие-то дела, это никогда к хорошему не приводит. И поэтому вот эта статья о невмешательстве государства в профессиональную деятельность библиотек, она создавала очень большие возможности для, не только для сохранения того, что было сделано в советское время, но и для последующего развития библиотек. Например, вот эта статья позволяла нам заключать прямые договоры с международными договорами, с крупными библиотеками мира, участвовать в каких-то крупных библиотечных мероприятиях мирового уровня. В частности, вот я участвовала, возглавляла секцию на Ассоциации библиотек США и Канады, руководила секцией на этой ассоциации. Или вот мы, например, в Турции проводили конференцию библиотек директоров ведущих библиотек национально-тюрскоязычных, тюркоязычных республик. У нас были договоры с Национальной библиотекой Республики Казахстан. В 2005 году, согласно этому договору, например, мы передали Национальной библиотеке Республики Казахстан копии всего рукописного фонда нашей Национальной библиотеки Республики Казахстан. И поэтому, если у вас будет желание познакомиться, это в Алмагы, в бывшей Национальной библиотеке, вы можете ознакомиться, там все копии наших старинных арабографичных рукописей имеются. И это нам позволяло обмениваться информацией и, в общем-то, способствует дальнейшему укреплению не только укреплению связи информационной прострации, но и, естественно, укреплению дружбы между нашими народами. И мы до сих пор с большим удовольствием общаемся, сотрудничаем. И по старой привычке я коплю книги для того, чтобы, вот если я еду, у меня сейчас, сейчас у нас издается, вот, ну, как вам сказать, вот серия книг, посвященных, вот, родовым подразделениям башкер, башкорно-ролдаро-дуранья. И у нас только по официальным русским источникам было 45 башкерских родов. Причем большинство родов, они идентичные. Вот я, например, из рода Тандаор, и есть такой же род у казахов, это самый древний род. И нас не так уж много, как обычно древние, ну, бывает вот среди древних родов. Очень много общих родов. И я вот сейчас собираю эти книги, вот у меня собран комплект, почти 30 книг, и, ну, они такие тяжелые, вот я жду, может, кто-то приедет на машине, чтобы увезли и стали, то есть подарили библиотеке, ну, городный Макшетал. Так что вот по старой привычке все-таки вот я, когда какие-то книги вижу, очень интересные, всегда стараюсь вот отложить для того, чтобы потом поделиться с нашими, ну, сторонничьими. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, прежде всего я хочу выразить искреннюю благодарность организаторов конференции за возможность принять участие в таком знаковом для Кокшеталского государственного университета событии, как конференция «Валихановские чтения», которая посвящена видному деятелю культуры, науки, Казахстана, гуманисту и просветителю Шукану Валиханову. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Мой доклад, тема моего доклада «Словари русской и казахской пищевой метафоры как источник изучения межязыковой образности». Непосредственно связана с той научной проблематикой, которая уже несколько лет плодотворно развивается усилиями двух научных коллективов, двух вузов из двух стран России и Казахстана, лингвистами Томского государственного университета, кафедры русского языка и лингвистами Кокшеталского государственного университета, кафедры русской филологии и кафедры казахской филологии. Я начну с некоторого предисловия о том, насколько актуальны наши исследования в современной лингвистической науке. Современная лингвистическая парадигма носит антропоцентрический характер. Это значит, что язык изучается не только как система языковых знаков, как мы привыкли изучать это в школе, правила грамматики, морфологии, фонетики и так далее. Язык в современной лингвистической парадигме изучается в тесной связи с мышлением человека, с психологией человека. Язык изучается в тесной связи с носителем языка, как представители определенной культуры, носители определенной ментальности и социокультурных характеристик. При этом язык отражает не только логический способ мышления, говоря о связи языка и мышления, мы должны сказать, что язык отражает природу человека. И не только логический тип мышления, о котором говорили предыдущие мои докладчики, и не только интуицию, о которой тоже говорил уважаемый предыдущий мой докладчик, язык отражает метафорический, образный, творческий тип мышления. И одну и ту же мысль, одну и ту же ситуацию жизни мы можем языке выразить в логической форме. Ну, приведу такой пример, высказывание, Госдума готовит новый законопроект. В логической форме высказывается ситуация политической жизни, это текст может быть в каком-то информационном сообщении, или это текст официально-делового стиля. Та же самая информация может быть выражена и в образной форме. Например, на политической кухне стряпают новый законопроект. Придется ли это блюдо по вкусу простым гражданам? Значит, та же самая ситуация может быть выражена в тексте через метафору, через аналогию с чем-то понятным, доступным, легким для понимания, и через это создается выразительный эффект. И вот второй контекст, скорее всего, будет использоваться в газетах, в публицистике для привлечения внимания читателей, с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы эта информация была выражена экспрессивно, эмоционально и образно. Однако современная лингвистика и философия в когнитивном аспекте, изучая язык, доказала, что метафора — это не просто украшение речи. Это не просто какие-то изобразительно-выразительные возможности языка, которые делают нашу речь экспрессивной, скажем так. Метафора — это тип познавательной деятельности человека. Когда что-то новое, неизвестное, человек пытается выразить, моделируя это по образу и подобию того, что уже известно, что хорошо понятно и знакомо. И доказано уже, что в основе познавательной деятельности человека, в том числе и научных гипотез, лежит первичный, где-то архаический, телесно-чувственный опыт. Ну, например, такие понятия современной физики, как электромагнитное поле, электромагнитная волна, электромагнитное излучение. Сами эти термины — поле, волна, луч — являются метафорическими. То есть какие-то зримо-неулавливаемые и чувственно-невоспринимаемые феномены описываются через такие понятия, которые являются и чувственно ощутимыми, и наглядными, и могут моделировать, и использовать такой термин — лингвистическое моделирование или когнитивное метафорическое моделирование представления человека о мире. Таким образом, метафора может рассматриваться как когнитивная познавательная модель, в основе которой лежит проекция из сферы источника, то есть той сферы, которая хорошо изведана, познана нами, в случае нашего исследования этой сферы источником является еда, пища, процессы, связанные с гастрономической деятельностью и национальная пищевая традиция. И через эту сферу телесного, чувственного и архаического опыта человека мы можем описывать, моделировать самые разные явления окружающей действительности. И вот такой процесс когнитивного метафорического моделирования является языковой универсалией, во-первых, когнитивные метафорические модели присутствуют во всех языках мира, и с другой стороны, это является универсалией человеческого мышления по аналогии. То есть, помимо мышления в логических структурах, осуществляется мыслительная деятельность по аналогии неизвестного с уже известным. Ну и вот в нашем примере использованы такие метафорические номинации, как политическая кухня, кухня, скрытая сторона, общественная жизнь. Стряпать, создавать какой-то продукт интеллектуальной деятельности человека. Ну, вы знаете, можно статьи настряпать, обычно не очень хорошего качества, но зато в большом количестве. Готовят какое-то блюдо, блюдо как продукт интеллектуальной деятельности. Придется это блюдо по вкусу, ну, вкус, первичное значение, это вкус продукта, да, но мы широко используем в переносных метафорических значениях вкус, вообще как то, что нам нравится, то, что соответствует представлениям о норме. Таким образом, вот исследование, отражение образного мировидения в языке может осуществляться через изучение всей совокупности языковых средств выражения определенной когнитивной или концептуальной метафоры. Ну, изучаются различные типы метафор по образу-источнику. Это заморфная метафора, метафора животных, да, ну, всем известны характеристики образного человека, например, через образы заяц, трусливый человек, медведь, неуклюжный человек и так далее. Фитоморфная метафора через образы растения, да, например, расцвет его творчества, да, или деятельность принесла плоды, то есть и расцветы, и плоды – это фитоморфные метафоры. Когда мы какие-то процессы, социальные процессы, ход времени моделируем через вегетативные процессы развития растения. Ну, и вот предметом нашего исследования явилась кулинарная или пищевая метафора. И мы исследуем как раз ту систему образов, через призму которых человек осмысливает и описывает разнообразные явления жизни по образу и подобию пищи. Эти образы отнюдь не произвольны. Они имеют культурно-историческую природу, национально-этническую обусловленность и устойчивую языковую фиксацию. Эти образные эталонные стереотипы уклонены в национальном сознании и проявляются в языке. В этом отношении система исходных метафорических образов получила очень прочное, на наш взгляд, терминологическое определение – код образной вербализации тезауруса. То есть система образов, язык через который транслирует представление о мире, является сообразным культурным кодом, маркирующим уже метафорическое видение разных явлений действительности. Ну, и таким образом наш коллектив исследовал реализацию пищевого кода культуры в русском и казахском языках. Этот проект был поддержан Министерством образования Республики Казахстан. И в рамках проекта «Национально-культурные доминанты казахского этноса» в аспекте межязыкового и межкультурного взаимодействия, в рамках этого проекта наши научные коллективы трудились, во-первых, над сбором материала, исследованием того, как в русском и в казахском языках реализуется пищевая метафора. И нам, конечно, пришлось изучить и особенности национальной пищевой традиции, потому что все они были представлены в лексических номинациях, в фразеологических номинациях, в разнообразных контекстах, которые используются и в публицистическом дискурсе, и в художественной речи. В результате проекта было создано два хороших, на наш взгляд, словаря. Один словарь называется «Казахская пищевая метафора». Над этим изданием трудились наши коллеги с кафедрой казахской филологии. В русской филологии хочу, чтобы их имена прозвучали. Я прошу прощения, только буду назвать фамилии. Авторы этого словаря – Жумагулова, Жакрыпова, Каирбекова, Мугашева, Сагандыкова и Тлеубердина. Дорогие мои коллеги, которых я вот многих вижу сейчас. Я выражаю, конечно, искреннюю благодарность и с большим теплом вспоминаю, как мы работали над созданием этого словаря. Вот, как… Да, ну вот, русский тоже покажу, потом я вернусь к своему лирическому представлению. Да, и «Русская пищевая традиция в зеркале языковых образов», которые составили я и мои ученики с кафедра русского языка Томского государственного университета. На тот момент они все были моими магистрантами-аспирантами. Сейчас уже четыре кандидатских диссертации защищены по разным аспектам этой же темы. И нам пришлось, конечно, изучать, я уже говорила, национальную пищевую традицию для того, чтобы изъяснить культурологический смысл этих образов, истоки этих образов. И если в русской культурологии и, ну, больше, да, в культурологических исследованиях мы опирались на такие источники, это работа Байбурина, работа Пахлебкина, Рутюнова, о русской пищевой традиции и ее вот уже реализации в кодах культуры. Потому что пищевая традиция – это не просто бытовая наша еда повседневная, да, это ритуализированные, связанные с определенными обрядами, с символикой представления о еде. И вообще это архаическая часть человеческого сознания, когда употребление пищи моделирует весь цикл рождения и смерти. Потому что мы сеем зерно в землю, оно дает плоды, эти плоды затем мы перерабатываем, а именно разрушаем, но при этом создаем некий кулинарный продукт или изделие, да, то есть разрушая естественную природу растения или животного, мы создаем пищу для человека, да, но затем мы эту пищу разрушаем для того, чтобы сохранить жизнь и продолжить жизнедеятельность человека. Да, и таким образом повторяется цикл созидания и разрушения в процессе производства продуктов питания, затем их поглощения и возогновления бесконечного этих цикла. Ну, даже древний гибельский символ урабороз земля – змея, кусающая себя за хвост. Да, получается, что мы все являемся едой, мы же ее и поглощаем, и мы и пища, мы и пища, мы и едок. Да, то есть вот я это говорю к тому, чтобы показать, что это не бытовая примитивная сфера, да, а через пищевой код культуры моделируется представление о мире в целом, в человеческого сообщества. Нужно сказать, что современный лингвокуперологический словарь концептно-ориентированного типа, а именно к этому типу принадлежит наше издание, представляет собой наукоемкий продукт лингвистического исследования, в основе которого лежит не только тщательный семантический анализ и создание словарных дефиниций, но и анализ фактов культуры народа, особенностей мировосприятия, которые также подлежат словарному изъяснению. Наш словарь называется лингвокультурологический, и в нем содержится изъяснение лингвокультурологических комментариев и типовых образов культуры. Приведем в качестве примера презентацию этих зон в словаре «Казахская пищевая традиция в зеркале языковых образов». На примере исходного слова «куже», «куже» знаете, что это? Это жидкая такая похлебка с небольшим добавлением мяса, крупы или муки. А сейчас готовят? Готовят. Готовят. Но это традиционное казахское блюдо. Лингвокультурологический комментарий нашего словаря описывает культурную традицию, связанную с этим блюдом, в следующем образом. Уже, ну, конечно, словарь на казахском языке написан. Я бы его, так сказать, переводы уже на русский язык. Там имеется и часть переводная. Куже – традиционное казахское жидкое блюдо, низкокалорийное, без добавления жирного мяса, жира и молока. Не считалось ценной едой, лишь являлось средством преодоления голода. Куже из пшеницы на основе кислого молока употреблялось как питательный и утоляющий жаждопродукт. Традиционный весенний наурыз готовили куже, который включал 7 обязательных элементов – воду, мясо, соль, масло, муку, пшино или другую крупу, и молоко, которое олицетворяли 7 жизненных начал. Эти компоненты символизировали счастье, удачу, мудрость, здоровье, богатство, карьерный рост, прокровительство Всевышнего. И вот такое функционирование этого блюда в казахской пищевой традиции привело и к метафоризации этого блюда, и связанные с ними символические ассоциации послужили основой для именования разных явлений, типовые образные представления. Куже ассоциируется с чем-то незначительным, неважным. Ну, например, такое слово «кожедей», «кожедей», «кожедей» – это прилагательное, «кожедей» в сравнительном таком смысле. И употребляется в текстах о чем-то неважном. Вот «кожедей» – то есть что-то ненужное, неважное. Второе образное представление. Кожедей служит эталоном для характеристики отрицательных качеств человека. В казахском языке есть несколько фразеологизмов, в которых через этот образ показано поведение, ну, такого важного человека, который важничает. Ну, в частности, кожа и масса, пьянеть от кожи буквально переводится. Это значит «важничать не к месту», то есть не имея достаточного основания вести себя очень вальяжно. Таким образом, в словаре не только собран языковой материал, который демонстрирует осмысление различных явлений жизни через образы продуктов и блюд национальной кухни, но и представлены культурные истоки этих образов, национальная пищевая традиция, связанные с ней образные символические ассоциации. И вот я хотела сказать, что коллектив составителей словаря «Казахской пищевой метафоры» пришлось коллективу очень много работать и искать эти источники, потому что нет культурологии, таких работ, на которые можно сослаться. И мы проводили опросы, эксперименты среди своих коллег, среди казаховедов, которые нам показывали, рассказывали, значит, о том, как символически и как в самой пищевой традиции функционируют различные блюда и продукты. Хорошо. Ну и последнее, что я хотела сказать, и на чем я заканчиваю, что материал этих словарей дает основания сопоставлять типовые модели и их образные реализации вот в этих двух языках. И, например, качество продукта питания, перенос на социальную характеристику человека. Мы можем сравнить, как это в русском языке, как в казахском языке. Например, высокий социальный статус ассоциируется с калорийной, сытной, жирной пищей и в русском языке, и в казахском. В казахском языке это в основном мясные блюда. Например, жал, жил на загривке лошади, жал поэти, загривок появился в значении разбогатеть, улучшить социальные условия жизни. Жал жая, уважаемый человек в судьбе, лучшие представители общества и так далее. А в России в русском языке это в основном молочные продукты, как сыр в масле, когда сожжить в достатке, ни в чем не отказываясь себе, или сливки общества, самая лучшая часть представителей общества. И вот такой сопоставительный анализ, он может дать хорошие результаты для теоретического осмысления такого феномена, как межъязыковая образность. Межъязыковая образность. Это те концептуальные системы образных характеристик мира, которые имеются как основа во всех языках мира, но реализованы в разных языках через разные конкретные реалии, уже характерные для определенной культуры национального сообщества, говорящего на этом языке. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Спасибо.